7 января, возможно даже, кстати, чуть позже, потому что мне кажется, что я не успею смонтировать это видео к 7 января, поэтому мы продлим, сделаем небольшую паузу и продлим марафон на один день. И то, что должно было выйти 7, выйдет 8, то что 9, ой, то что 8, то 9. В общем, 7 января, все уже настолько задолбались праздновать, вообще все вот это, вот это уже прям серьезно, серьезная атмосфера 7 января, потому что уже гирлянда не горит, потому что из-за каких-то кошек, судя по всему, она больше гореть не будет, да, кошки? Да, кошки? Кошки и бабушки. Ну и вообще, все устали праздновать, но я надеюсь, что вы еще не устали, не устали от нашего бесячего марафона, потому что сегодня у нас, наконец-то, наконец-то, человек, которого я хотел обозреть, собственно, не знаю, все время, все время, пока у меня канал, ну точнее, пока у меня канал, а пока у меня были обзоры. Обзоры плохих книг, это королева, королева Дарья Донцова, собственно, королева тиражей, королева продаж, ну и надеюсь, что в каком-то роде и королева кринжа, хотя на самом деле, мне кажется, что Дарья Донцова это не самый худший образчик прозы, то есть на этом канале, ну и на канале Лид Обзор, который сейчас лид, мы разбирали гораздо худшие, гораздо худшие примеры, тот же Полярный или Стефи, они все ни в какое сравнение не идут, а Дарья Донцова, ну, это, скажем так, проза особо непритязательная, непритязательная, назовем так, но в принципе Дарья Донцова из писательской семьи, поэтому мне кажется, что писать она, во всяком случае, просто писать она умеет. Я читал Дарью Донцову когда-то давным-давно, в детстве еще, там, ну, в подростковом возрасте, лет в 15-16, когда, собственно, это было модно и мне тоже было интересно, что это такое, я, кстати, книг 10-20 даже, наверное, прочитал, и в принципе, ну, такие, как я и говорю, непритязательные-непритязательные детективчики. Ну, а сейчас я взгляну своими обновленными, можно так сказать, глазами, более суровыми, и посмотрим, что же, что же это такое Дарья Донцова. Собственно, начинаем, начинаем Лит Позор и книга «Горячая любовь снеговика». Я Сергей Огарков, это Лит Позор Make Some Books. Все мои друзья, ты токсики, токсики. Дорогие друзья, мы с Ридом, пока вы не начали смотреть ролик, очень-очень вас просим оказать маленькую-маленькую услугу. В описании к видео есть ссылочка на новый канал Лит Обзор. Именно на этом новом канале будут выходить Лит Обзоры, то есть обзоры хороших книг, которые я прочитал. Вот, например, после новогодних праздников сразу же выйдет для многих долгожданный обзор книги Виктора Пелевина «КГБТ Плюс». Ну и все остальные книги, в том числе Александра Пелевина, я думаю, Дюны, очень скоро появятся на новом канале Лит Обзор. Ну а старый канал Лит Позор, на котором более 65 тысяч подписчиков, к сожалению, попал в синевой бан, поэтому сейчас я его просто переименовал в канал Лит, и будут там выходить хайлайты со стримов, поэтому там, в принципе, тоже бывает много чего интересного. Поэтому оставайтесь там и смотрите самое интересное, что мы смотрим на стримах. Ну а на новый канал Лит Обзор обязательно подписывайтесь, ссылка, как я и говорю, в описании. Я надеюсь, что те книги, которые я там буду обозревать, обязательно вам приглянутся, и вы потратите на их чтение достаточно большое количество приятных, что важно, часов. Все мои друзья, ты токсики, токсики. Кстати, еще прикольный момент, я нашел в интернете курсы Дарьи Донцовой по писательскому мастерству, и даже их уже оплатил и заказал, и так что, я думаю, к концу января ждите от меня разборы, разборы этих курсов, ну, не разборы, но такой обзор, обзор на эти курсы. Фрида, что? Что такое? Тебя пугает? Тебя пугает то, что я после... с помощью Дарьи Донцовой стану писателем? И все, я буду еще чаще дома находиться? Меня и так ты на улицу не выгонишь? А сейчас вообще? Тебя это пугает или радует? Объясни, объясни, расскажи, расскажи. Ладно, кончаем издеваться над кошкой и идем все-таки к книге. «Горячая любовь снеговика» это у нас серия Виола Тараканова. Если вы не знаете, то Дарья Донцова в основном у нас пишет от лица нескольких героиньцев. Начиналась, собственно, по-моему, с Даши Васильевой, любительницы частного сыска. Еще у нее есть Евлампия Романова, это была вторая героиня. Потом был Иван Подушкин, это, кстати, четвертая уже, Виола Тараканова, собственно. И дальше, по-моему, какая-то еще была, короче, к году в 2010, по-моему, или в 2011 появилась новая. Я уже не знаю, какой ее зовут, ну и все, и дальше я уже не следил, не следил за героинями Дарьи Донцовой. Поэтому такие-таки дела. Это, кстати, уже поздняя Донцова, потому что это Виола Тараканова и книга номер 22. То есть, ну как, не совсем поздняя, но книг 100 уже у нее на этот момент, скорее всего, опубликовано. Мне кажется, когда вышла эта книга. Итак, «Голячая любовь Снеговика», собственно, поехали, Виола Тараканова, бла-бла-бла. Глава первая. «У полезной еды имеется лишь один недостаток, ее невозможно есть». Собственно, я частенько в своих обзорах, в своих видосах говорил о том, что есть такой специальный донцовский стиль. Начинать книгу с помощью какого-то философско-бытового утверждения и потом уже от него вести историю. И вот практически все книги Дарьи Донцовой начинаются с какой-то вот такой вот, типа, житейской мудрости, житейской истории или что-то в этом роде. Вот тут вот тоже, типа, такая народный афоризм, типа, с него начинается. Ну, типа, такой анекдотический афоризм, назовем его так. И дальше уже будет сейчас, судя по всему, какое-то пояснение, пояснение этой фразы. Так, у полезной еды имеется лишь один недостаток, ее невозможно есть. «Мой живот стал издавать неприличное бурчание». Я быстро... Типа, есть приличное бурчание, да? Ну, возможно. «Я быстро прижала к себе сумку в надежде, что она слегка заглушит бравурные звуки». Бравурные звуки. Ну, ладно. «Правда, я нахожусь в аптеке, значит, нет никакой необходимости стесняться окружающих. Позади меня стоит парочка, парень и девушка, на двоих им едва ли исполнилось 35 лет. И ребята довольно громко обсуждают достоинства и недостатки презервативов, выставленных в витрине». Кстати, да, я сейчас вспомнил, что я, наверное, забыл уточнить, что у нее хоть герои разные. И Даша Васильева, и Влампия Романова, и... Ой, Романова? Ну, короче, да, по-моему, да. И Виола Тараканова, и даже Иван Подушкин, но они все, все как одно и то же. Они все мыслят приблизительно похоже, одинаково. Чуть-чуть различается, но стилистикой, как будто ты читаешь везде про одного и того же героя. Просто вот слегка изменен фон вокруг. Даже Иван Подушкин, как я и говорю, это, по сути, та же самая Даша Васильева. И в этом, конечно, ну, литературный минус определенный книг Дарьи Донцовой. Но вот, наверное, аудитория это, в принципе, плюс. Потому что какая разница, что и Влампия, что Даша Васильева, когда... Поток мыслей, мироощущения приблизительно одно и то же. Приблизительно одно и то же у главной героини. Итак, обсуждаю достоинства и недостатки презервативов, выставленных в витрине. Наверное, слишком старомодно, но попросить у аптекаршей изделия номер два всегда было выше моих сил. Я, помнится, долго собиралась с духом, морально готовилась, покрывалась потом, а затем, покраснев, говорила про визорши. Да, эти, ну, как оно называется, цитрамон. Да, это как... Конечно, сколько я там лет? Больше 30 главной героини по логике. 40 даже, наверное. Плюс-минус. Но стесняться купить презервативы, это, конечно, да. И уж совсем невероятно, мне казалось, отправиться за самым примитивным противозачаточным средством в компании с мужчиной, пусть даже и собственным супругом. А влюблённые за моей спиной весело щебечут и хихикают, и я поневоле оказалась посвящённой в их планы Надель. Надель, сначала они пойдут в кино, потом домой к парню, предусмотрительно прихватив несколько резинок, одна из которых будет в виде зайчика или Микки Мауса. Сейчас они как раз ввели обсуждение формы изделия. Вот эти неуместные синонимы, они великолепны. Почему просто было не написать обсуждение формы? Зачем вот изделие? Вот это вот изделие. Абсолютно не вписывающиеся по стилистике сюда. Как бы парень и девушка обсуждают презерватив в форме Микки Мауса. Изделие. Изделие. Ну ведь можно было просто написать. Сейчас они как раз ввели обсуждение формы. Форма это, конечно, тоже термин, но всё-таки общеупотребительное. А изделие, ну... Короче, не знаю. Я думал, у Донцовой было написано лучше. Но пока что, не сказать, что разочарован, но ожидал лучшего, ожидал лучшего. В животе я снова заурчала, я вздрогнула и моментально на себя обозлилась. Но что за глупости? У каждого могут случиться неполадки со здоровьем. И, конечно, мне не следовало целую неделю питаться одним лишь салатом из трёх видов капусты, запивая его морковно-свекольным соком. Ой, помните, помните, с чего начиналось? С полезного питания, с правильной пищи. А чего я вдруг перешла на рацион кролика? Стыдно признаться, но ваша покорная слуга, госпожа Виола Тараканова, пала жертвой телевидения. Месяц назад у меня вдруг стала сильно болеть голова. Поход в поликлинику ничего не прояснил. Врач предложил провести обследование с применением современной аппаратуры, сделать анализы, стучал по мне молоточком. А, предложил, стучал, заставил ходить с закрытыми глазами, приседать на одной ноге, а когда я вполне успешно прошла все тесты, вынес вердикт. Здорово, как корова. Нет, он, естественно, произнёс не эти слова, обормотал что-то про усталость, про необходимость отдыха и смены впечатлений, а потом заявил, никаких проблем с точки зрения медицины у вас нет. Как же она прыгает с темы на тему? Ну, по идее, наверное, это, как бы, типа, логически связано. То есть, вот, вначале, типа, какое плохое правильное питание, ну, точнее, то, что оно невкусное. Хотя, ну, точнее, то, что его невозможно есть. Но невозможно есть, это же всё-таки, типа, должно быть невкусно, а она стоит в аптеке, ну, я так понимаю, чтобы получить таблетки, потому что организм это не совсем, ну, не переваривает, или какие-то проблемы с желудком начинаются, и поэтому тут какая-то уже логика немного нарушена. То есть, если бы она просто говорила, что, типа, невозможно есть, и после этого была бы сцена, где я давилась листом салата уже третью неделю, и проклинала себя за то, и там, и там, хочу кусок мяса, или что-то в этом роде, то это было бы логичнее. А тут как-то даже афоризм не совсем подходит. Но она стоит в аптеке, там кто-то обсуждает презервативы, потом она, опять же, вернулась к этим, к правильному питанию, потом к доктору. Мне, ну, не то чтобы мне сложновато следить за мыслью, они, в принципе, даже, наверное, как-то логически всё-таки связаны друг с другом, но хз, хз, пока не совсем понятно. Никаких проблем с точки зрения медицины у вас нет. Замечательный доктор, обрадовалась я, но что делать с головой? Она у вас не болит, твёрдо заявил современный Гиппократ. Блять, вот-вот-вот. Ужасный, ужасный подбор синонимов. Современный Гиппократ. Какая херь, просто невероятная. Твёрдо заявил современный Гиппократ. Вам это кажется? Попейте валерьянке, должно помочь. Я вернулась домой, включила телевизор и, зажмурив один глаз, уставилась на экран. Значит, я психопатка и сама себе внушаю недуги. Сейчас в моей башке полнейший порядок, а работающий под черепом перфоратор просто плод моего буйного воображения. Жаль, что эскулап. Нет, конечно, неплохо, что у Донцовой большой словарный запас. И что она им, в принципе, владеет, окей. Но вот эти вот современные Гиппократы, скулапы, это же, ну, блин, ну, неуместно же, неуместно же. Важен, как бы, важен не твой, привет Смайлу передаю, важен не твой словарный запас, а то, как ты им пользуешься. Ну, когда ты вот такие неуместные синонимы используешь, ну, это... Это странно, это странно. Ну, это же, не знаю, какой бы... Ну, это как будто ты вот на, не знаю, на фитнес приходишь в костюме. Ну, в смысле, ты ушел, переоделся и пришел в костюме, и садишься на велотренажер, и качешься в костюме. Да, это как бы, ну, прикольно. Современные Гиппократы, скулапы, ну, блядь, особо неуместно в детективе подобного такого низкого пошиба. Ну, ладно, попить валерьянки должно помочь, говорит нам... А, это я уже, это все еще был современный Гиппократ, у нас же тут сейчас, и скулап, и скулап. Жаль, что и скулап не посоветовал ничего действенного против разошедшейся фантазии. Чтобы отвлечься, я сосредоточилась на экране, который демонстрировал кряжестого лысоватого дядьку, лет 50, стоявшего на собственной макушке. Лучше всего делать такую зарядку по утрам, вещал он совершенно спокойным голосом. Прилив крови в черепную коробку многих избавит от сонливости, придаст бодрости и усилит работоспособность. Да, я тут представляю, как бы Даяна орала с фокалов. Ну, тут даже дело не в фокале, а просто так, как я и говорил, так часто все меняется, что мозг немного начинает плавиться. Я от всей души позавидовал этому типу, он, наверное, не знаком с таким явлением, как мигрень. В ту же секунду, словно послушав мои мысли, ведущий ловко вернулся в нормальное положение, сел в кресло и заявил, долгие годы меня учили ужасающие головные боли, а традиционной медицины было мало толку, поэтому я стал искать альтернативные пути излечения. И нашел, прежде всего, необходимо здоровое питание. Итак, диета от мигрени действует безотказно, помогает всем. Сумбурно, вот, я нашел слово. Все это как-то очень-очень сумбурно и хаотично скроено. Наверное, ну и непонятно для чего. Ну, точнее, я, наверное, понимаю, для чего. Просто занять как можно больше места, потому что, на самом деле, ну, насколько я помню, когда я читал, детектива, самого детектива, собственно, у Донцовой практически нет. Все детективное расследование, оно заключается в том, что героиня, ну, сталкивается с каким-то, там, условно говоря, преступлением, и дальше начинается обход свидетелей. И 300 страниц идет обход свидетелей, штук 8 обходят, и после 8-го, условно говоря, свидетеля, после 8-го разговора, диалога, мы натыкаемся на, там, убийцу, преступника, бла-бла-бла. Вполне вероятно, что это, там, ради разнообразия, был кто-то из предыдущих свидетелей, там, например, 4-й свидетель, оказывается, был преступником, а мы и не поняли. Либо как-то, там, по-другому все это выворачивается, либо кто-то совсем новый, ну, такое бывает, но сам код расследования, если его можно так назвать, в книгах Донцовой очень-очень-очень простой. И поэтому, видимо, приходится, чтобы нарастить объем у произведения, чтобы выдать положенные вот эти вот 300, там, 400 сколько страниц в ее книгах, не знаю точно, то необходимо вот это вот, 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 все, ну, тут, казалось бы, все это можно было уместить в один абзац, но она расписывает вот так долго, так нудно, и поход к врачу, и что сказал врач, и как он это сказал, и как, условно говоря, посмотрел, и так далее. Потом, как она пришла домой, как села перед телевизором, там какой-то дядька стоит на голове, сказал сначала одно, героиня подумала второе, и дядька такой, хоба, говорит третье, о чем как раз подумала героиня, то есть все это можно было уместить реально в один абзац, в один абзац, но, но нет, но нет. Так, я схватила ручку и стала судорожно записывать рекомендации. Меня впечатлило, с какой ловкостью мужчина средних лет встал на макушку, а потом вернулся в нормальное положение. С плохими сосудами такой трюк не проделать. По сути, конечно, и мои обзоры можно так же сказать, что я беру и растягиваю время, там, говорю свои мысли, хотя по сути можно просто все. Я читаю одну строку, говорю, все, говно, книга говно, и ухожу. Но я как бы все-таки не совсем так, я же в процессе моего рассказа о книге не отвлекаюсь на кучу других посторонних, там, историй и так далее. Такое бывает на стриме, да, но все-таки это стрим, который идет 6 часов, и мы смотрим разные контенты. В книге я все-таки, ну, хоть я и отвлекаюсь, и лью, конечно, много воды, но, тем не менее, не столько. Здесь просто воды, мне кажется, прям неимоверно, прям неагарский водопад какой-то. Воды, тем более, ну, даже еще непонятно вообще, что началось. Нет пока ни расследования, ничего. Это как бы у нас просто завязка. Ну, вполне вероятно, вполне вероятно. Если бы Донцова писала не так, то у нее не было бы такой популярности среди ее целевой аудитории, среди домохозяек. Потому что им, наверное, ну, вот все это интересно, это им, наверное, жизненно, это... Жизай и все такое, но... Кстати, мне кажется, что Донцову как раз убивает YouTube, или вот... Потому что то, что она в книгах, ну, то, что она пишет в книгах, сейчас есть просто как бы в формате YouTube, всякие там женщины просто включают камеру, и говорят приблизительно вот то же самое, что вот мы сейчас видели в начале, это могла бы рассказать какая-нибудь... Инна, по-моему, ее зовут, какой-то вот блогер такой, не сказать, что прям супер популярный, но в своем сегменте, я не помню, Инна Седакова, короче, я не знаю, просто так, краем уха слышал, я тоже особо о них не знаю, ну, просто на камеру говорят всякое, многое, и тоже как бы... Тоже как бы жиза, тоже как бы жиза. И здесь у Донцовой тоже жиза, но в формате книги... Хотя, мне кажется, в формате книги все-таки должно быть что-то... Что-то получше. Бытовое, наверное, тоже должно быть, но как-то его так много развелось бытового. Ну, ладно, ладно, я думаю, вы приблизительно поняли мою мысль, давайте все-таки о книге, о книге. Вот с тех пор я и стала жить по системе доктора Хронова. Не скажу, что путь к здоровью легок, но никто и не обещал мне скорого результата. А еще телевизионный целитель сообщил, что недавно вышла в свет его книга «Дорога к долголетию», и она должна стать настольной для всех, кто желает достичь 100-летнего рубежа в твердом уме, здравой памяти и в хорошей физической форме. У него, у самого этого доктора есть 100 лет. Эту брошюру я пока не достала, но диете, рекомендованной доктором, пытаюсь следовать. Странно, странно, странно. Так много синонимов, а вот с доктором, с доктором все-таки не получается. Хотя бы использовал бы врач, но нет, доктор. Ладно, ладно, я троллю. И вот что я вам скажу. Здоровая пища – отличная вещь. Прежде всего потому, что вы никогда не превысите норму калорий. Ведь слопать много полезной пищи просто невозможно. Уж очень она невкусная. Но жизнь предлагает нам выбор. Либо пироги с... Ну, кстати, смотря что подразумевать. В принципе, в принципе, можно... Ну, на тот момент, наверное, это все-таки была жиза и так далее, но сейчас много полезной пищи, которую можно сделать вкусно. Даже какой-нибудь там, я не знаю, салат с фалафелем. Это я просто вспоминаю. Свой единственный поход в веган-кафе. И веганская пицца, даже они вкусны. Не знаю, смог ли я их есть бы каждый день, но... Опять же, меня не заставляют их есть каждый день. Все тут можно разнообразить. Я просто говорю о том, что даже полезная пища, ПП, может быть таки вкусной. Поэтому... Поэтому хз. Но жизнь предлагает нам выбор. Либо пироги с капустой, котлетки с румяной корочкой, конфеты, мороженое, салат оливье и смерть накануне 50-летия от атеросклероза, либо ограничение в питании. И в 120 годков вы сможете участвовать в марафонском беге. Я избрала последнее. Почему избрала? Тут мне казалось, выбрало как-то проще. Ну ладно. Вот только теперь у меня в животе постоянно черти играют в салки, а сегодня мне предстоит заехать в издательство «Элефант». До Нового года осталось несколько дней, и те, кто выпускает мои книги, напомню, я пишу «Детективы» под псевдонимом Арина Виолова, хотят поздравить автора. Будет очень неудобно, если в момент получения подарков мой живот начнет исполнять симфонию «Ля Мажор». Ага, понятно. Она зашла в аптеку, чтобы взять что-то от желудка. В маленькой аптеке, куда я порой заглядываю за леденцами от кашля, никогда нет посетителей, но именно сегодня, когда меня с нетерпением ждут в «Элефантик», прилавку выставилась очередь. Правда, сейчас передо мной осталась всего одна девица, но похоже, что она просто не знает, чего хочет. «Дайте мне феназепам», ныла девушка. «Рецепт требовала провизор». «Нету», вздыхала покупательница. «Данное лекарство продается за подписью врача». О, надо же, обошлось? Вот здесь вот без авторской ремарки. Вот это чудо. «Но мне очень надо». Обратитесь к доктору. «Он в ЗАГС не пойдет», зашмыгала носом девушка. «Я про моего жениха говорю». «У нас скоро свадьба, и я хотел ему феназепама дать». Аптекаша, пожилая полная особа, сурово посмотрела на хрупкую фигурку перед прилавком и не удержалась от укоризненного замечания. «Деточка, препарат, который вы требуете, не конфета, его просто так ради развлечения не принимают». «У нас регистрация, Леша стал буквально сумасшедшим», чуть не зарядала девчонка. «Многие мужчины перед походом в ЗАГС нервничают». «Оттаяла провизор». «Купите валерьянку, отличное средство». «Если ваш жених чуть-чуть неадекватен, это в порядке вещей». «Ага, плаксиво протянула девушка. Вчера он пролил на пол чая, а потом снял с себя галстук и вытер им лужу. Это нормально?» Парачка, хотевшая купить презерватив, заржала в голос, а я вышла из очереди и быстрым шагом двинулась в издательство. «Очень не люблю опаздывать. Встреча с редактором назначила на полдень, а часы показывают уже 10 минут первого». То есть... То есть мы... Сколько это? Пять электронных страниц. Прослушали. Про аптеку. Про там правильное питание. Про всё вот это вот мы прослушали. Но, судя по всему, это и нахер было не нужно, потому что героиня просто взяла и ушла из аптеки. Единственное, может быть, как бы у этой героини, ну, там, я не знаю, вот как раз на встрече или где-нибудь прихватит желудок и, там, я не знаю, её вырвет или именно из-за живота что-то случится. И в таком плане я ещё могу понять, могу найти оправдание вот этой вот долгой начальной сцене, но пока вообще непонятно, для чего она была нужна. Ну, точнее, нет, я понимаю, для чего. Я понимаю, что целевая аудитория, это, скорее всего, нравится, но литературности или какой-то правильности в этом нет абсолютно абсолютно никакой. Часа через два я вышла на улицу. То есть, она уже, а, ну, уже пришла в издательство. Я вышла на улицу и принялась укладывать в свою малолитражку кучу сувениров, полученных от сотрудников «Элефанта». Сколько раз замечала женщины на много изобретательнее мужчин. Сегодня представители сильной половины издательства все как один подарили перспективному автору букеты и коробки конфет. Это она про себя имеет в виду, я в её синонимах, конечно, эээ... Ладно, молчу. Причём наборы оказались одинаковыми, а мне в голову закралось подозрение, что они куплены оптом в ближайшем магазине. А вот женщины продемонстрировали выдумку. Я получил аромантические свечи, парфюмированное мыло, замечательные статуэтки, набор полотенец. Но больше всего отличилась Анечка Ларионова из пиар-отдела. Она презентовала мне очаровательного пупса, уложенного в кружевной конверт. Игрушка так походила на новорожденного, что я буквально остолбенела, когда Нюша достала из шкафа кулек. Ты держишь младенца среди папок, изумлённо воскликнула я. Ларионова рассмеялась и вручила мне ребёнка, в кавычках. Честно говоря, опять же, вот эти вот вставки диалоговые, ну они, наверное, разнообразные. Но, блин, они так утяжеляют повествование. Ну, я не могу сказать, что от этого как-то читать веселее и появляется разнообразие. Это такое мнимое разнообразие на самом деле повествование. То есть, если бы просто в единой стилистике всё было бы описано без вот этих вот. Ну, в принципе, ладно. Донцова монтирует свой роман как хочет. Как хочет. Окей. Честно говоря, кукла была у меня абсолютно ни к чему. Но не говорите правду Нюше, которая потратила и время, и деньги бегая по магазинам. Блядь, а можно было бы сказать, потому что, блядь, если вам дарят пупса, зачем вообще? Ну, вы писатель. И из пиара дела вам дарят пупса. Нахуя, блядь? Что за подарок? Которая потратила и время, и деньги бегая по магазинам. А ещё у Ларионовой на столе среди гор книжек обнаружилась небольшая брошюра доктора Хронова «Дорога к долголетию», и я попросил её в качестве добавки к президенту. Очень довольная началом дня, я села за руль и резко нажала на газ. Машина ринулась вперёд, и через секунду справа раздался женский виск. Ой, мамочка! Я затормозила, глянула в боковое окно, она взбила кого-то, и выскочила из автомобиля. На тротуаре стояла женщина в бежевом пальто. А, стояла. Ну, видимо, нет. Вернее, одежда... А, испачкала, ясно. Вернее, одежда была такой пару секунд назад, сейчас же её украшали тёмные пятна. Зима в нынешнем году выдалась слякот. На это и дело начинается снег, который переходит в противный дождь, и я не заметила довольно глубокую лужу. Великолепная писательница в единых этих... В едином времени писать не может. Зима в нынешнем году выдалась слякотная. То и дело, начинается снег, который переходит в противный дождь, переходит на настоящее время, а потом возвращается опять же в прошедшее. Я не заметила довольно глубокую лужу, въехала в неё и окатила грязной водой несчастную прохожую. Простите, пожалуйста, запрещитала я, бросаясь к пострадавшей. Это вышло случайно, я не хотела вас испачкать. Понимаю, с грустью ответила незнакомка. Она вынула из сумки бумажный носовой платок, попыталась стереть самое большое пятно, красовавшееся прямо на груди, и констатировала. Стало ещё хуже. Мне очень неудобно, расстроилась я. Возьмите деньги на химчистку. Спасибо, не надо. Интеллигентно отказалась пострадавшая. Я выкину пальто. Давайте поедем в магазин и куплю вам новое, предложила я. Ну что вы, неожиданно улыбнувшись, отказалась женщина. И вообще, это перст божий. Я хотел только сказать, что очень странные диалоги, но в принципе, тут женщина немного не в себе, поэтому ладно. Что? Не поняла я. Незнакомка грустно улыбнулась. Скоро Новый год, самый печальный для меня день. Вы не любите этот праздник, удивилась я. Бля, как же много этих авторских ремарок, которые особо ничего не добавляют. Удивилась я. Неожиданно улыбнувшись, отказалась женщина. Предложила я. Ну, типа, давайте поедем в магазин и я куплю вам новое. Предложила я. Зачем здесь предложила я? Без него можно уже обойтись. Ну, понятное дело, что ты это предложила. Уже ясно. Спасибо, не надо. Интеллигентно отказалась пострадавшая. Я выкину пальто. Ну, по сути, тоже можно избавиться. Но тут только интеллигентно как бы добавляется. Мне очень неудобно расстроилась я. Возьмите деньги на химче. Тоже можно без этого обойтись. Я говорю, зачем? Зачем? У нас же сейчас не то время, когда за слова добавляют денег. Хотя, не знаю, может быть, и пословесно Донцовые платят. Но сомневаюсь. Так, вы не любите этот праздник? Удивилась я. Тут еще как бы ладно. Удивилась. Допустим. Хотя, больше похоже на то, что вежливо поинтересовалась. Но окей. С некоторых пор нет, ответила женщина. Не расстраивайтесь. Наверное, маленькое происшествие это знак мне, что надо забыть прошлое. Я специально надела сегодня пальто. Оно, как видите, не очень подходит для зимы. Слишком светлое и легкое. Да, великолепные, великолепные, очень реалистичные диалоги. Но ведь сильного мороза нет, заметила я. Вам захотелось продлить осень? Блядь, реально, диалоги просто мое почтение. Нет, вздохнула собеседница. И да, и авторские ремарки абсолютно, абсолютно не бесят меня. Да, нет, вздохнула собеседница и приснила, его мне купил умерший в прошлом году муж. Как раз к Новому году преподнес. Сергей много ездил в командировки и всегда что-нибудь привозил. Пальто было последним подарком и я решила, что сегодня просто необходимо его надеть. Мне стало совсем не по себе. Извините, я абсолютно случайно въехала в проклятую лужу. Нет, все получилось замечательно, как-то рихорадочно заявила женщина. Я же сказала, это мне знак свыше. Оля, заканчивай плакать по прошлому. Очень хорошо, что вещь испорчена. Она мне только мешала. Открою шкаф, увижу пальто и сердце переворачивается. Давно нужно было его выбросить, ведь из-за него Сережа и погиб. Видите пуговицы? Да, кивнула я. Раньше здесь другие были, металлические. Сережа утром из командировки вернулся, продолжала женщина. Торопился, чтобы к Новому году успеть. Приехал в 9 утра, вынул обновку. Обновку, блядь, обновку, сука, кто говорит обновку в диалоге? Я примерила и пришла в восторг, словно по моей мерке сшита. Сергей, это все еще диалог, я напоминаю. Сергей умел покупать вещи и никогда не ошибался. Стою перед зеркалом, любуюсь на себя. Вдруг вижу, двух пуговиц не хватает. Супруг сначала расстроился, а потом сказал, Олюшка, ты пока умойся, позавтракай, а я в магазин сбегаю. Куплю новые пуговицы, ты их поменяешь и все в порядке будет. Мне бы следовало его остановить, муж только из командировки, очень устал, но я так хотела на работе, в красивой шмотке появиться. Тогда ведь тоже теплые дни стояли. Вот и сказала, спасибо, милый. Сережа ушел, часа два, я не беспокоилась, думал, он подходящую фурнитуру ищет. Это все еще, блядь, диалог, фурнитуру подходящую, блядь. Почему бы тебе не найти подходящие, блядь, синонимы к реалистичности, ну, которые вы подчеркнули реалистичность диалога, а не, блядь, подходящую фурнитуру. А потом стала на сотовый звонить, да только ни ответа, ни привета, аппарат твердит, абонент недоступен. И снова я не задергалась, решил, что у телефона батарейка села, а муж подзарядить ее забыл. Такая я оказалась бесчувственная. Ольга опустила голову, помолчала, я тоже не знал, что сказать. Вечером, я напоминаю, что это вот незнакомому человеку, блядь, мы рассказываем сразу, как на духу. Тоже мне эффект попутчика в поезде, прям. Вечером из ГАИ позвонили, продолжала Ольга. Сообщили, что автомобиль врезался в столб, водитель погиб на месте, муж не справился с управлением на скользкой дороге. Ужасно, поезжалась я. Собеседница кивнула. Да, тот год вообще выдался жутким. Сначала папа умер совершенно внезапно, блядь, все это незнакомому человеку, рассказываю. Я напоминаю. Он был относительно молодым, фаспросила я. Нет, покачала головой Ольга, инсульт. Оказывается, у папы развелась гипертония, но он ни о чем не подозревал. Знаете, когда мы с Сергеем свадьбу сыграли, отец то сказал, ну что там за здоровье молодых, а потом добавил, теперь на тот свет спокойно можно уходить, дочку в хорошие руки пристроил. Гости зашумели, стали возмущаться, какая смет, ты же совсем молодой, а получилось, что папочка бедуна пророчила, и осталась я совсем одна. Блядь, какое, просто, мой мозг взрывается, блядь, нахуй, пиздец. Какие у вас планы на сегодняшний день? Я решил перевести беседу в иное русло. Самое главное, вот что, вот меня очень бесят ее авторские ремарки, на самом деле, потому что они, они только, только показывают то, что мы и так видим. То есть вот, если бы она просто писала, сказала я, то было бы даже как-то попроще. А здесь вот, ну, мы, блядь, увидели, увидели, что ты хочешь перевести беседу в иное русло. Ну, ладно. Допустим, здесь еще это пояснение как бы нужно, потому что, если оставить без авторской ремарки, то оно действительно будет выглядеть как-то, не знаю, как-то грубо, нелогично, тупо, но вот все остальное, оно такое же, везде все вот это вот, поежилась я и так далее. Ну, ладно. Ольга пожалела плечами. Хотела погулять, от горьких мыслей избавиться, но теперь вернусь в квартиру и лягу на диван у телевизора. Садитесь в машину, решительно сказала я. Зачем? Поразилась Ольга. Сначала отвезу вас домой, там вы переоденетесь, а затем вместе отправимся в уютный ресторан. Спасибо, не надо. Принялась отнекиваться Ольга. Ну, вот о чем я и говорю. Хотя бы, я не знаю. Вот, типа, спасибо, не надо, будто чего-то, испугавшись, замах... замотал, ну, там, принялась отрицательно кивать головой Ольга, или там, замахала руками Ольга, вот уже было бы, а тут, ну, просто, вот, спасибо, не надо, принялась отнекиваться Ольга. мы видим в этом отрицание того же, поэтому, не знаю, не знаю, ладно. Мне очень неловко, в принципе, все, по этой теме я уже все сказал, бог с ней, не будем больше к ней возвращаться. Мне очень неловко за ваше испорченное пальто, сказала я, хочется хоть немного загладить свое вино. Нет никакой необходимости вести меня ужин, не сопротивлялась Оля, не нарушайте ритм своей жизни из-за пустяка. Блять, о реализм. Мы с близкими приятелями сегодня празднуем Рождество, пояснила я, собираемся в тихом месте, приглашаю вас к нам присоединиться. А что это? 25 января, декабря, что ли, сейчас? Ничего особенного не предвидится, шампанское и вкусная еда. Новая знакомая неожиданно засмеялась, Рождество, оно же в начале января, вы ничего не перепутали, или вы католичка? Если честно, то я не являюсь церковным человеком, призналась я. Да и мои друзья, атеисты, но мы каждый год в конце декабря празднуем не наше Рождество. Уж не знаю, почему сложилась такая традиция. Наверное, это повод пообщаться, подарить друг другу милые пустяки, поднять бокал вина. Я нарушу вашу компанию, вздохнула Оля. Вообще-то я довольно стеснительно, замыкаюсь при посторонних. Вам понравится наша компания, пообещала я. Ей-богу лучше посидеть в ресторане, чем пяльца в теле, к тоскуя в пустой квартире. И у меня не будет ощущения, что я доставила человека в канун Нового года неприятности. Ладно, вдруг согласилась Оля, спасибо. Гений убеждения, окей. Я распахнула переднюю дверцу. Залезайся. Можно сесть сзади, сзади начнула Оля, мне около водителя не по себе делается. Конечно, кивнула я, только книги сдвиньте и скажите адрес. Некоторое время мы ехали молча, потом Оля спросила. Вы любите писательницу Арину Виолову, здесь много ее романов. Да, усмехнулась я, решив не вдаваться в подробности. Мало ли, как полузнакомая женщина относится к детективам. Вдруг она их терпеть не может, лучше сохранить инкогнито. Знаете, это ее псевдоним, сказала Оля. На самом деле, писательницу зовут Виола Тараканова. Вы фанатка криминального жанра, осторожно осведомилась я, украдкой посмотрев в зеркальце заднего вида. Я люблю детективы, с вызовом воскликнула Оля. Неподалеку от той лужи, из-за которой мы познакомились, находится издательство. В холле работает ларек, торгует книгами по оптовой цене. Я как раз туда шла, впереди праздники, надо чем-то их заполнить. Хотела полицейскими историями насладиться, бля. Синонимичность этого произведения, ну и, судя по всему, всех книг Дарьи Донцовой, просто, блядь, зашкаливает. Просто зашкаливает. Это, конечно, ну как бы прикольно, но это, ну, как бы, это лучше, если бы, ну, короче, везде нужен баланс. Мои дорогие юные писатели. То есть, как бы, плохо, если бы она, если были бы повторы, одни и те же, но когда такое количество неуместных синонимов, которые абсолютно стилистически друг другу не подходят. Ну, здесь, допустим, подходит, но я вспоминаю вот этого современного Гиппократа, блядь, и так далее, то это, конечно, другая, другая сторона медали. То есть, должна быть гармония. Должна быть гармония. Так. Я как раз подошла в пяти праздники, над чем-то их заполнить, хотела полицейскими историями насладиться. Ну, да ладно, завтра до элефанта доберусь. Поройтесь в книжках, предложил я. Там есть совсем новая повесть Виолова, и возьмите ее себе в качестве подарка под елку. Ой, здорово, явно обрадовалась Оля. Неудобно вас грабить, но я не могу выпустить из рук свежий детектив. Эта Тараканова хорошо зарабатывает. Я читал интервью с ней в глянцевом журнале, там были снимки из новой квартиры писательницы. Мебель красивая, кухня шикарная. Доходы литераторов сильно преувеличены журналистами, быстро сказал я. Может, пока не поздно мне нужно представиться? Вдруг Оля заведет беседу на тему «Везет же некоторым». Ни черта не делают, а тысячи зарабатывают. Черкают ручкой по бумаге и живут шоколадно. Но она неожиданно сказала совсем другое. Недавно я приобрела книгу о значении имен. Автор утверждает, что тезки имеют одинаковые таланты. Может, и мне попытаться романы строчить? Хорошие идеи одобрил я. А кто вы по профессии? Портниха, ответила Оля. Работаю в большом магазине. Нам брюки подшивать приносят или юбку подогнать. Купит человек в бутике вещь, а она не по размеру. Неплохая служба, а клад, правда, маленький, зато чаевые хорошие. Торговый центр никогда не закрывается. Я сижу там сутки, потом двое отдыхаю. Время на занятия литературой есть. Неужели находятся люди, которые по ночам покупают одежду? Удивилась я. Полно, засмеялась Оля. Если у вас есть свободные часы, можно попробовать заняться прозой, поддержала я разговор. Но при чем тут одинаковые имена? Ольга засмеялась. Меня ведь зовут Фиола Тараканова. Такое десапно. Вероятно, я тоже обладаю даром прозаика, но пока не сумела его развить. Судя по тому, как ты говоришь, с каким количеством седонимов, прозаика и так далее, это все, это конец первой главы. Пиздец. Я напоминаю, что начиналось все с аптеки, с обсуждения правильной пищи, которая, после того, как она выбежала в аптеку, вообще ни коим образом, вообще аптека ни коим образом не фигурировала. Вообще, для чего был этот эпизод с аптекой, с обсуждением презервативов? Какая, блядь, какая трешатина. Ну ладно, я думал, что Донцова пишет как-то получше, ну, складнее, что ли, я не знаю, как-то слишком сумбурно, много всего лишнего. Понятное дело, что, наверное, опять же говорю, для ее, наверное, писательской аудитории не лишняя, но, ой, для ее целевой аудитории, ну, как бы, погибать на ее целевую аудиторию, я рассматриваю книгу как законченный продукт. Понятное дело, что глупо сравнивать Донцову там и, я не знаю, и Айрис Мердок, что, понятное дело, это, как бы, несравнимые, несравнимые величины, но, тем не менее, тем не менее, как-то же надо мне оценивать, и просто в рамках, в рамках даже, ну, не знаю, простого романа, не имеющего литературной ценности, это, мне кажется, это плохо, это, блядь, куча синонимов, куча историй, которые, как бы, начинаются и не имеют продолжения, просто обрываются, я не знаю, бредятина, какая-то просто, блядь, бредятина, на самом деле, может быть, потом все как-то интересно закольцуется, но пока что, пока что бред, глава вторая, давайте я прочитаю вторую главу, тем более, все-таки интересно, что это, блядь, за внезапная тезка, сейчас окажется, что это Зита и Гита, блядь, очача и так далее, глава вторая, от неожиданности я вздрогнула, потом припарковала машину и обернулась, как вас зовут? Виола Тараканова, повторила женщина, но вы представились Ольгой, кстати, да, напомнила я, пассажирка сдвинула брови, вам трудно представить, каково это жить с такой идиотской фамилией с не менее дурацким именем, мама у меня очень романтичная была, она начиталась исторических романов и с детства решила, если у нее родится дочь, назовет ее Виолой, а что исторического имени Виола? Ну ладно, вот сыр есть, ну ладно, вот только не учла маменька, что ей попадется супруг с фамилией Тараканов, кстати, отец был против имени Виола, говорил матери, лучше девочке дать имя Таня или Оля, но мать уперлась, вот вам результат, меня в школе обмылком дразнили, обмылком? переспросила я, новая знакомая кивнула, когда я была маленькой, продавалась импортная мыла, на обертке которого была нарисована белокурая красавица и называлась она Виола, а я шатанка с карими глазами, хорошенькая никогда не была, понимаете? Я покосилась на челку цвета сливочного масла, видневшуюся из-под шерстяной шапочки, шатанка, по-моему, блондинка, собеседница сняла головной убор, недавно я осветилась и сделала коре, блять, как много ненужной хуеты просто, так я мало уже выгляжу, раньше у меня волосы ниже плеч болтались, надоело, мне давно хотелось изменить внешность, но отец не разрешал, даже когда я взрослой стала, запрещал красить волосы, а уж в школьные годы и подавно, сколько слез я в детстве пролила, у меня даже был нервный срыв, конечно сыграло роль и то, что как раз в тот момент мама попала в больницу и из нее не вышла, папа тогда растерялся и отправил меня к тете Нине, своей сестре, там я пошла в школу и сразу представилась на новом месте Олей Таракановой, тетя Нина оказалась замечательным человеком, она договорилась с директором школы и меня под этим именем записали в журнал, с тех пор я всегда так представляюсь, настоящее имя сохранилось только в официальных документах, такого просто и быть не может, пробормотала я, меня тоже дразнили сырной помазкой из заплавленного сыра виола, но я не рыдала, а дралась с обидчиками и в конце концов они от меня отвисались, никто не хотел ходить со сквашенным носом, новая знакомая захлопала глазами и только сейчас догадалась спросить, а как вас зовут, я вытащила права и протянула ей, ой, правда ахнула женщина, похоже, что да, это важное уточнение было, кивнула я, моя тетка достала из сумки паспорт, гляди, наверное, нам нужно перейти на ты, значит нас уже трое, а третий, кто совсем обалдел, я, Арина Виолова, Оля потрясла моя книга, и она тоже Виола Тараканова, я улыбнулась, ты не поняла, я и есть Арина Виолова, прости, сразу не хотелось говорить, некоторые люди весьма неадекватно реагируют на встречу с автором детективов, хорошо хоть твоего отца не звали Леонид, не, он был Олег Ефремович, ответила Оля, слушай, неужели такое бывает, как видишь, да, засмеялась я, всю дорогу до квартиры Оля мы сравнивали свои биографии и поняли, что ничего общего, кроме имени и фамилии у нас нет, я никогда не знала свою мать и до взрослых лет она жила в полной семье, когда ее мама скончалась и чутилась в подмосковном городке Клязина, где девочку воспитывала тетка, мы совершенно разные люди, не похожи и даже внешне нас объединяет лишь имя и фамилия, если я предпочитаю, чтобы меня звали Вилкой, то тезка привыкла к имени Ольга, почему же ты осталась Тараканова, удивилась я, насколько понимаю, ты была замужем, папа очень гордился своей фамилией, сердит ответила Ольга, вот он и потребовал, чтобы я ее оставила, а мой муж Сережа Харитонов не протестовал, он вообще не конфликтный был, окей, мои друзья, узнав, что на вечеринке присутствуют две Виллы Таракановы, сначала разлинули рты, а потом стали безостановочно произносить тосты, тосты, не знаю, я подумал, что здесь ударение, как в тортах, но вряд ли, хотя, наверное, да, почему бы нет, Оля неожиданно развеселилась, было понятно, что ей понравилась компания, да еще Леня Мартынов, пошушуковшийся своей женой Гарри, сбегал в ближайший цветочный магазин и притащил Оле огромный букет роз, к которому был привязан симпатичный зайчик из велюра. Остальные гости переглянулись и стали по одному исчезать из-за стола. Возвращались они с презентами для Ольги. Ничего интересного в спешке купить нельзя, поэтому подарки оказались шаблонами. Ваза из синего стекла, бля, вазу, фристайл кто-то притащил вазу, ну ок, ладно, записная книжка ежедневник на следующий год и парочка плюшевых игрушек, но Оля растрогалась и в ее голосе, когда она благодарила дарителей, звучали слезы. Около восьми вечера Оля позвонила своей подруге. Похоже, она лежала в больнице, я слышала, как моя тезка рада стала сликнула. Ритуля, как шов, не болит? Здорово. Главное, слушайся врача. Ой, ты не поверишь, я в ресторане, представляешь, сегодня на улице? Рассказав о нашем неожиданном знакомстве, Оля положила трубку в сумочку и сообщила, больше есть я не способна. А я с удовольствием полакомлюсь холодцом, улыбнулась Галя. Вилка, передай тарелку. Ну, кстати, вот тут могу отметить, что в принципе интересно завязывается детективная история, судя по всему, ну, на основе вот этого знакомства, я надеюсь, что, блядь, здесь никак в случае с аптекой не оборвется и вообще детективная история будет совсем про другое. Я бы охуел, конечно. Но, так прикольно, конечно, вот эти вот совпадения и все такое. Конечно, бредовые выглядят, как будто сову на глобус немного натягивают, но, в принципе, ладно, это же детектив, что еще можно было ожидать. Я протянула было руку, а, я с удовольствием полакомлюсь холодцом, улыбнулась Галя, вилка, передай тарелку. То есть, холодец в ресторане, ну, ладно, пришли в ресторан, чтобы полакомиться холодцом. Я протянула было руку, но меня опередила тезка, схватила блюдо и подала его Мартыновой. Галка взяла лопаточку и задумчиво спросила, и на какой кусочек решиться? Кольцо вдруг охнула Оля, какое красивое, я его сразу не заметила. Бартынова положила на тарелку холодец и улыбнулась. Перстень там, мне его Леня в Индии купил. У мужа великолепный вкус, все его подарки восхитительны. Не стоит меня хвалить, дело насмутился Леня. Вот что, девочки, хватит за столом сидеть. Эй, вилка, Оля, пошли танцевать, но только вместе. Бартынов вскочил, схватил нас за руки и поволок на площадку перед небольшой эстрадой, где играл оркестр. Через секунду толпа пляшущих людей оттеснила от меня тезку и утащила в другой конец зала Леню. Спустя четверть часа я выдохла, свернулась к столу, попила воды и спросила у Галя, а где Оля? Только что тут сидела, ответила жена Мартынова. Ее что-то расстроило, подала голос Нике Селезневой. Она покраснела, потом побелела и ушла. Куда? Занежничала я. В туалет, буркнул Женя Растов. Бабы вечно туда носятся, пудрятся, думаю, симпатичнее станут. Женька, возмутилась Вера Калинина, ты напился, просто расслабился, возразил кавалер. Вы тут все на машинах, вот и наливаетесь водой, а у меня жизнь не удалась, я катаюсь на метро, зато могу клюкнуть в любое время дня и ночи. Чем ты и занимаешься, не удержалась Вера. Нечего на судьбу сетовать, сам виноват. Ребята, у нас праздник, напомнила Галя, потом отношения выясните. Была бы охота, надулась Вера, поздно выяснять, надо выводы делать. Все, все, скандал отменяется, велела Галя. Молчи, наехала на... Бля, какой-то многоголосие. Ну ладно. Молчи, наехала на Мартынову Вера, из-за кого у меня личная жизнь не сложилась? Уж не я ли причина, прищурилась Галина? А кто? Вера стукнула кулаком по столу. Отбила у меня Леньку, у нас с ним роман начинался. Не было такого, быстро заявил Леня, косяц на жену, не ври. Да ну, не успокоилась Вера, а кто меня к себе на дачу звал? И я ведь согласилась. Мы на субботу поездку запланировали, я в парикфайтерскую сбегала, педикюр, маникюр навела и облом. Исчез кавалер, даже не позвонил. И что же я узнаю, явившись в понедельник на работу? Узнаю, явившись в понедельник на работу. Ленечка с Галей в кино пошел. Ну и разгорелся у них роман, потом свадьба и все такое. А к моему берегу, с тех пор, как Ленечка столь элегантно меня обартанул, если не дерьмо, то говно прибивает. Это одно и то же, распиялась Ника. Что? Оторопела, поинтересовала Женька. Дерьмо и говно, уточнила Ника. Синонимы. А вот и нет, плаксиво возразила Вера. Говно дерьмея. Бля. Эн, у тебя опять новая цитата, новая цитата. Говно дерьмея. Бля. Бля, великолепно, великолепно, просто, бля. Аааа. Диалоги. Бля, вот я стебался над тем диалогом, где две Виолы, оказывается, говорили про пальто, про смерть мужа и так далее. Но он хотя бы, сука, был содержательным. Тут, блядь, просто. Получается, что я либо одно, либо другое. До Раства наконец дошел смысл высказанной Калининах. Ты третья, полный отстой, связанная Вера. И почему только я с тобой связалась? Люди, вы в ресторане. Галя безуспешно пыталась купировать разгорающийся скандал. Купировать. Ладно, пойдем потанцуем, сказал Леонидуэ супруге и увел ее на площадку перед эстрадой. Скотина, шипела Вера, глядя на Раства. Идиот и алкаш. Так не живи со мной, неожиданно трезво, ответил Женька. Я бочком отошла от столика. Вилка, ты куда? Крикнула Ника. Пойду Олю поищу. Ответила я. Вот и не верь после этого своим предчувствиям. Когда мы решили собраться, я подумал, что хорошо бы Вера не пришла, ведь она одна в ресторан не явится, приходит кавалера. А поскольку Женя сильно пьет, Калинина, как обычно, начнет его ругать. И получится скандал. На празднике совсем не хотелось ссоры, я даже решил намекнуть Лене, что лучше обойтись без Веры, но потом вспомнила, Гаря лучшая подруга Калининой. Вспомнила это. Мартынова непременно скажет Вере о моем предложении, и та обидится на меня на всю жизнь. И как поступить? Проявить интеллигентность и стать свидетельницей выяснения чужих отношений? Или, наплевав на чувство Веры, попросить Леонида не звать ее на тусовку? Очень надеюсь, что Калинина не станет сейчас швырять в Женю бокалами. У нас же складчина, и в мои планы не входит оплата разбитой посуды. В предбаннике туалета Оля стояла перед зеркалом, держа в руке мобильный. Ладно, завтра поговорим, быстро сказала она в трубку, увидев меня, затем сунула сотовую сумку и пояснила. Рита, моя единственная подруга, в больнице скучает, ей эпиденцит вылезали, у нее какая-то проблема со швом. Неприятно, кивнула я. У тебя все в порядке? Оля посмотрела в зеркало. Лицо красное, да? Это реакция на шампанское. Какого выпью, сразу багровое делаюсь. Пошли, сейчас чай подадут, сказала я. Ольга кивнула, мы вместе вернулись в зал и сели за стол. Именно в тот момент, когда нам приблизился официант и стал раскладывать на тарелке куски торта. Максим, вдруг тепло, сказала Ольга, дайте мне бисквит с шоколадкой. Сначала я решила, что Ольга перепутала имя Леня, она вроде смотрела на Мартынова, но потом поняла, тезка обращается к официанту. Максим, повторила Оля, я просила ломтик с шоколадкой, а вы подали с клубникой. Парень в черном сортике замер, а потом воскликнул. Простите, вы ко мне обращаетесь? Да, Максим, ответила Оля, вы же принесли сладкое. Извините, вежливо вас показала работник ресторана, я решил, что вы беседуете с приятелями. Я не Максим, а Никита. Правда? Сдернула брови Ольга, значит я ошиблась. Если вам больше нравится Максим, я готов откликаться на это. Имя улыбнулся официанта, желание гостя для меня закон. Максим мне совсем не по вкусу, как-то через чушь серьезно, сказала Оля. Никита, наверное, лучше. Правда, имя какое-то несовременное. Блядь, вы еще обсудите... Хотя я не знаю, я не знаю, там сколько, 40-летний, если меня смотрят 40-летние, напишите, может быть это такой флирт с официантом? Он так выглядит? Я не знаю. Или сколько там? Я просто не знаю возраст Филлы Таракановой. Может быть ей 30. Если 30, то нет, по моему опыту, так не выглядит флирт с официантом. Но мало ли, может быть через 5-10 лет что-то происходит другое? И он такой, блядь, диалоги пиздец просто. Хоть собакой назовите, только на цепь не сажайте. Рассмеялся парень. Да, хоть хуем назови, только почаще облизывай, да. Рассмеялся парень, очевидно, давно привыкший к капризам под выпущих клиентов. Вам шоколадкой? Да, Кивдула Оля, обожаю конфеты. Нам так важна эта информация. Хотя мало ли, может быть она специально это говорит, чтобы Виола запомнила, а потом в конце она сказала, что типа там... Не знаю, чтобы эта фраза помогла ей распутать это дело, потому что типа она обожает конфеты, ну или наоборот, если она сказала, типа ненавижу конфеты, то потом бы она вела такая, ее не могли отравить конфетой, потому что она ненавидит конфеты. Ну или что-то в этом роде, мало ли. Может, я все еще надеюсь, что Донцова не такая ужасная писательница, как кажется, как кажется из сегодняшнего, блядь, бесячего вечера из сегодняшнего дня бесячего марафона, что все-таки какие-то чеховские ружья выстрелят. Ну и на всяком случае я не зря, я не зря потратил почти четыре косаря на курс писательский от Донцовой, хотя, блядь, судя по этим первым двум главам, но сейчас мы добьем ее еще пять страниц, четыре страницы, добьем вот эту вторую главу. Я очень сомневаюсь, что чему-то, чему-то может научить Дарья. Великолепно. Если только использовать ху-хуеву тучу синонимов, но, блядь, неуместно. Так, вам, так, обожаю конфеты. Когда официант отошел от нашего стола, Вера спросила Оля, откуда ты знаешь его имя? На бейджике прочитала, ответила та, там написано Максим. Кто бы мог подумать, что парень окажется Никитой. У нас на фирме завела рассказ Никитой, курить запретили. Раньше мы на лестницах дымили, но теперь начальство приказало во двор выходить. Охрана без бейджика туда не выпускает. Вот и хватаешь любой, попавшись под руку. Я один раз именем Сергея вышла, и никто не заметил. Оля засмеялась, встала и пошла в сторону бара. Через пару минут солист оркестра схватил микрофон и пронзительным голосом заорал. Для блондинки, сидящей за четвертым столиком и празднующей сегодня Рождество, звучит песня «Ты скоро подохнешь». Давайте, ребята!» Уже немолодые мужчины, потряхивая длинными волосами, схватились за музыкальные инструменты. Я не обладаю хорошим слухом, в детстве меня не учили ни нотной грамоти, ни сольфеджио, ни ля-фа, ля-т-фа я не отличу, но даже мне стало понятно, музыканты откровенно фальшивят. Луч прожектора упал на наш столик, осветив растерянные лица тех, кто безмятежно лакомился тортом. «Песня «Ты скоро подохнешь» не лучший вариант для праздника, ведь было чему удивляться. Я тебя убью, разорву, глаза суки выколю». «Моя подруга, ты скоро подохнешь», выводил солист. Первая пришла в себя Селезнева. «О боже», захотела глаза Ника. Однако многозначительный текст. «Кто заказал, а ты мерзли», зашпела Галя. «Надо найти шутника». «Думаю, оркестранты что-то напутали», быстро сказал Леня. «Вы, вы, суки!» вдруг откликнул Женька и тут же рухнув головой на стол разразился громовым храпом. Как это стереотипно. Ну все, обозлившись, я раскочила со стула. Простите, но больше сил моих нет. «Пока, ребята, как-нибудь увидимся. Надеюсь, в следующий раз компания будет более приличной и без подонков». Сделав это заявление, Калинина развернулась и убежала. По счету-то оплатила, счет оплатила, нет? «Ну и как вам Верка?» возмущилась Галя. «Ее мужик свиней напился, а она нас непонятно в чем обвинила». «Что теперь нам Женьке делать?» поинтересовалась Ника. «Его же нельзя здесь бросить». «Почему?» удивился Леня. «Мы ему не родители». Кстати, Евгений всегда надирается до потери пульса. «Ника, что вздрогнула Селезнева?» «Звони Калинина и вели забрать мужика», приказал Леня. «Почему я?» изумилась Ника. «Пусть Галка, они лучшие подруги». «Звони Калинина», повторил Леня. Селезнева послушно вытащила мобильный. «Не отвечает», доложила она через пару минут. «Попробуй еще раз», не сдавался Мартынов. «Теперь она вообще сотовый отключила», отрапортовала Ника. «Вот нахалка». «Сама свалила, а мы должны с ее алкоголиком возиться. Хорош подарок к сегодняшнему празднику». «Похоже, уже наступил другой день», констатировала я, глядя на часы. «Полночь пробила». «Хрустальных тупелек не осталось», захохотала Ника. «Зато толстая крыса на лицо». «Ничего мы никому не должны», расферепел Леня. «Можем спокойно уезжать». «А это чудище, куда девать?» Галя откнула пальцем встопящего Женю. «Не наша забота», разозлился ее муж. «Нельзя его тут оставить», вдохнула я. «Почему?» спросил Ленька. «Кто-нибудь еще нажрался?» «Нет», откликнулась Ника. «Мы мало пили, я вообще два гладка шампустика сделала, потому что за рулем». «И мы на своей тачке приехали», зачем-то встаяла Галя. «И предпочли мне на локацию», рявкнул Леня. «Если бросим тут Женю, его заберут в отрезвитель», протянула я. «И что?» «О, еще тогда в отрезвитель были». «И что?» Мартынов не проявил ни малейшего сочувствия к паянице. «Эко-печаль. Думаю, ему даже полезен ледяной душ». «Раз того, надо отвезти домой», не успокаивалась я. «Тебе надо, ты и вези», я грознулся Мартынов. «Леня, укоризненно сказала Галя, у нас праздник». «Он уже закончился. Ты хочешь пьяни на себе через весь город тащить?» спросил он. «Нет, отрезала жена». «Значит, молчи», рявкнул Леня. «А где он живет?» принцессовалась Оля. «Хороший вопрос, кивнул я. «Кто-нибудь знает его адрес?» «Нет, хора, парни девать, растерялась я». «Тут оставить?» зашипел Леня. «Это некрасиво», покачал я головой. «Тогда забирай его с собой», предложила сухмылка Иника. «А чё?» «Нынче мужики на дороге не валяются». «Женя, кавалер веры», глупо сказала я. Калинина его бросила, так что парень бесхозный засмеялся Леня. «Вилка, это тебе последний подарок на праздник». «Спасибо, обойдусь», отказалась я. «Ага, не хочешь?» протянул Леня. «А друзей стыдишь?» «Если Вилка нас подвезёт», вдруг нижним голосом произнесла Оля, «я Женю у себя оставлю». «Ты шутишь?» «Раскликнула Ника». «Нет», прозовела Оля. «У меня большая квартира, хватит места для гостя». Алкоголика удивился Леня. Оля пожаловала плечами. «Он симпатичный». Женя захохотала Ника. «Настоящий принц». «Мне он сразу понравился», прошептала Оля. «Но я никогда не завязываю отношения с мужчинами, если они не свободны». «Понимаете, моего мужа убили 12 месяцев назад, как раз под Новый год. И убили». «Так, те же, он же... Я подумала... Ладно, сейчас. Я подумала, в общем, Женя, мой новый шанс. Извините, если это глупо звучит. Леня прав. Сейчас найти вторую половинку трудно. Ой, вы меня нибудь за кретинку приняли. Я возьму урода под правую руку, а ты, Вилка, хватай его слева», распорядился Леня. «Оттащим Женю в машину». Сейчас, секундочку. Ты где-нибудь спрашиваешь про то, что убили дальше? Не, проводила до двери и все, и уехала. В смысле, блядь, убили? Он же сел в машину и этот... Ну ладно. Может быть, это типа тоже такое ружье, которое выстрелит. То есть, она там что-то знает, что он не случайно умер. И потом об этом узнает. короче, блядь, ладно. Хуй с ним. Я не уверен, что буду зачитывать эту историю до конца. Блядь. Хотя, ну, я не знаю. Пишите в комментариях, если вам интересно, чтобы я дочитал эту историю до конца и сделал конкретный элит-позор, тогда сделаю. Тогда сделаю. Пока, блядь. Я, честно, честно говоря, думал, что Донцова пишет лучше. Гораздо лучше. Но тут, блядь, нахуя, нахуя была нужна аптека в начале? Нахуя, Фрида, нахуя была нужна аптека? Я нихуя не понял с этой аптекой. Сумбурно, сумбуре. Ладно, допустим, достаточно такой, я не знаю, может быть, это такая одна книга, но вроде бы нет, что настолько сумбурное повествование, такие, блядь, всратые диалоги, синонимы, все такое, блядь, какой же пиздец, какой же, я не знаю, может быть, может быть, где-то я излишне придрался, придираюсь, пишите в комментариях, они для этого и существуют, поправляйте меня, но мне, как-то я ожидал, ожидал, ну, блядь, даже вот я, собственно, почему этот обзор выходит седьмого дня бесячего марафона, не знаю, седьмого числа, вряд ли, наверное, не выйдет он седьмого, в конце концов, Рождество, все дела, наверное, восьмого выйдет, ну, неважно, почему я его отложил, потому что у нас была Енина Лагвин, или там, да, Енина Лагвин, наверное, так ее зовут, была пятым днем, я подумал, что Дарья Донцова, ну, в принципе, будет такой же, такой же бытовой роман, такой же бабский бытовой роман, ну, сука, Енина Лагвин лучше, гораздо, гораздо лучше было написано, более логично, и для той же, как мне кажется, для той же целевой аудитории, то есть, вот, все вот эти вот присказки такие, прикольчики, они как бы там, там были, здесь тоже, но здесь, блядь, сумбур, как-то, и кухой, вот, лучше всего другого, господи, какой-то, блядь, трэш, просто, блядь, трэш, ну, невероятный, конечно, были, были у нас произведения похуже, но, не знаю, херотень, просто херотень, в общем, ладно, такой у нас получился день, обязательно пишите в комментариях, ну, там, с чем согласны, с чем не согласны, пишите в комментариях, делает ли мне лид позор на эту книгу, я специально к этому ролику прочту все комментарии, и на основании этого сделаю, потому что пока желание особого, ну, я не знаю, какое-то пограничное желание, с одной стороны, и хочется, как бы, узнать, что там дальше, и, может быть, что-то все-таки выстрелит, и, как бы, не случайно здесь, там, аптека, я не знаю, вот эти вот диалоги, блядь, вот это вот, убили, непонятное, может быть, оно, как бы, все, не случайно, но, ну, хз, хз, поэтому, поэтому, да, поэтому, да, пока не знаю, делать обзор или не делать, поэтому буду ориентироваться на ваши комментарии, ну, и, да, не забывайте подписываться на Boost, завтра мы там читаем, точнее, может быть, уже сегодня, если восьмое число, то вышло видео про ГИЮК, последнее, эксклюзивное в рамках этого бесячего марафона, но не в рамках бесячего марафона, еще будут эксклюзивные ролики выходить на Boost в январе, ну, и, да, не забывайте подписываться на канал Lead Обзор, Уже кончаются новогодние праздники А значит скоро Я думаю числа 15-го плюс-минус Выйдет все-таки обзор Последнего Пелевенского романа Прошлогоднего У вас, кстати, Пелевен прошлогодний Типа того Вот этого романа КГБТ Напоминаю вам Напоминаю вам Поэтому подписывайтесь Ну и все, на сегодня все Вот такая вот у нас Дашенька Донцова Это был Литпозор Висячий марафон Всего хорошего и спасибо за рыбу Субтитры сделал DimaTorzok